Добрый день, дорогие друзья, меня зовут Анатолий, вместе с вами сегодня. Я хотел бы коротко коснуться такой темы, как полиция, пожарная и скорая медицинская помощь в Германии. И хотел бы только на примере одного населенного пункта, это город Ганновер, с населением 528 тысяч. И в ширину этот город занимает достаточно большую площадь, 28,5 километров ширина этого города. И вот пожарных в этом городе Ганновере 17 служб. Из них 7 государственные, а остальные 10 это добровольные пожарные дружины. 5 станций скорой медицинской помощи располагаются вместе с пожарными, а 10 есть еще дополнительные. И пожарная часть в городе Ганновере основана в 1880 году, и тогда это было 750 человек. Есть 6 мест в городе, и есть персонал, это 17 дружин. И сегодня в этой службе примерно находится 50 397 человек. И касаясь полиции, она создана французами в оккупационном тогда Ганновере. В 1809 году это было при Наполеоне. И цифры такие. В 1903 году в Ганновере было 550 полицейских. В 1925 году уже стало 1500, а на сегодняшний день, 16 год, 3700 сотрудников, причем почти половина из них это женщины. И патрульные машины, которые патрулируют город как в ночное, так и в дневное время, это мобильные службы, они состоят из двух человек. Это обязательно женщина и обязательно мужчина. И скорая помощь в городе Ганнове, она базируется на 12 клиниках или больницах. И все это принадлежит и государственным, и частным организациям, таким как Мальтеза, Рот и Кроиц, Красный Крест, скорая спасательная служба, автомобильная служба спасения, помощь при авариях, затем СДЛ, это транспортировка, самарита, затем пожарные тоже участвуют, у них есть медицинская помощь, а также воздушное спасение лиц, которые оказались в острой нужде, скажем инфаркт или инсульт. И по месту проживания человеку в Ганновере оказывается медицинская спасательная пожарная помощь в течение одной тире, максимум трех минут. Вот это о полиции пожарных и скорой в Германии на примере Ганновера. Желаю вам Божьей милости и благодати. До свидания.